Драгоценный Бог наш Отец 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 Ешоа как раз именно вот это исполнил. Но здесь говорится о детях, здесь говорится о тех людях, у которых еще Тора не написана на сердце, и дух не вложен еще внутрь их. Поэтому с ними надо было говорить вот таким вот языком. С нами Бог разговаривает немножко по-другому. Я хочу сказать, что в Новом Завете слово проклятие я вот там практически не замечаю. Я вот так вот чисто по программке, знаете, библейские программки есть, значит, взял проклятие, да? Ветхий Завет, значит, Новый Завет. Ветхий Завет 49 раз, ну, в чистом виде проклятие, да? Значит, Новый Завет один раз. И то только в том месте, где Ешоа говорит, когда он отделил козлова от овес, да, и говорит, и козлам он сказал, за то, что вы не посещали меня, не одевали, не могли накормить, значит, понятно, что он не о себе говорил, да? И дети проклятые, да? То есть не то, что он их проклял, они сами себя прокляли этим, понимаете? То есть даже не то, что он навлек на них прокрали. Нет, они сами, так получилось. То есть Новый Завет говорит с нами языком, как со взрослыми. И Ешо, когда обращается к людям, которые были при нем, он уже, вернее даже, Ешо, когда он говорил со своими учениками, понимаете, он уже с ними, уже говорил как взрослые апостолы, когда они говорили с учениками Ешо, они тоже говорили уже как со взрослыми, как наученными, знающими не только историю еврейского народа, из-за чего, как это все происходило, и благословения, как происходили, и проклятия в их жизни, но и как людьми, наученными Богом, через Тору, записанную в сердце, и Дух, который оживляет эту Тору. Это такое состояние, оно называется рождение свыше. И вот почему Ешо, когда к нему пришел Никодим, он сказал, и когда он спросил, что же мне делать, он говорит, первым делом, тебе надо родиться свыше, чтобы ты читал Тору, сердцем уже, Духом, чтобы ты читал Тору, чтобы тебе было разъяснено. И это очень важный момент. Если человек, который ходит в общину, и, соответственно, он понимает, что он не рожден свыше, да, ну имеется в виду, ну какое свидетельство рождения свыше, ну самое-таки первое, что приходит на ум. Его сердце говорит «Ава Отче», да, то есть у него есть прямая связь с Богом. Первое, он исполняет заповеди, и что интересно, он исполняет заповеди без напряга. То есть ему легко не грешить. Почему? В этом благодать Божья. Благодать Божья, она дает, не то, что там легко, но, по крайней мере, легко преодолевать их, понимаете, легко проходить через это, потому что Бог, Он дает силы. Вот. Это первое. Второе, значит, благословение, значит, о том, что благословение и проклятие, они происходят через исполнение заповедей. Значит, ну вообще, я как-то уже говорил об этом, и еще, наверное, повторюсь о том, что высшая степень богоискания, наверное, да, показана нам в образе скинии. И в конечном счете во святом святых. То есть если мы ищем Бога, да, проходим все ступени, которые нам, богопознание, которые нам показывают истинно, просто у меня нет времени об этом говорить, да, но в конечном счете мы приходим во святое святых, что мы там находим? Незримое присутствие Бога, да, и заповеди, заповеди Его. И при том, не просто заповеди, а принципы, то есть выжимки из всех заповедей, десятисловия мы там находим. Понимаете? То есть что хочет Бог? Он хочет, чтобы мы понимали, что если, когда мы находим Бога, мы входим в Его присутствие, то есть мы чувствуем Его, да, Духом, мы чувствуем Его присутствие в нашей жизни, Его водительство, и мы знаем заповеди Его, которые написаны у нас на сердцах, и мы исполняем эти заповеди. И по большому счету Бог хочет, чтобы мы не просто знали Тору наизусть. Не-не, Он хочет, чтобы мы знали принципы. Ну, понятно, о чем я говорю, да? Принципы, то есть основное, что дает нам знание принципов? Знание принципов дает нам возможность исполнять заповеди, понимать их без присутствия служителей, там, пастырей и так далее. Ты в любой момент научен Богом. Вот что такое знание принципов. Поэтому важно, чтобы мы, именно Тору, мы сводили к принципам. И то, что делаю я сейчас, то, что делают мои братья, которые занимаются комментарием Тора, мы вычленяем вот эти вот принципы, понимаете, для того, чтобы мы были научены Богом, и мы могли в любой ситуации поступать так, как это угодно Богу. Зачем? Да чтобы Он благословил нас. Это тоже принцип. Это чей-то шарик, да? Это тоже принцип, понимаете? Если мы исполняем заповеди Божьи, Бог благословляет нас. И Ешуа, Он об этом говорит, ну, любите Меня, говорит, что делаете? Исполняйте заповеди Мои. То есть Новый Завет, Он не противоречит, Танах, Он не противоречит Божьему Завету. Аминь. И, знаете, вот то, что я, скажем так, вот по своему опыту, это не богословие, но это вот моё понимание. Основная проблема Божьего народа не в том, что он не знает, может быть, там, заповеди, да, вот, или там не исполняет, а в том, что он понимает заповеди по-своему. Вот как я хочу. Вот, понимаете? Дело в том, что Библия говорит о том, вот Новый Завет, Брит Хадаша говорит о том, что Бог специально для того, чтобы мы понимали правильно заповеди Божьи, да, Он специально подарил церкви дары. Ну, пятикратное служение, да? Апостолы, пророки, евангелисты, пастыря учили. Это дары нам. И они что у нас делают? Смотрите, и Он их поставил, ну, перечислено, доколе, вот, смотрите, пастыря учили, к совершению святых, ну, для того, чтобы пастыря, значит, и все остальные служители, чтобы они нас помогали нам расти. На дело служения, чтобы мы служили Богу правильно, для созидания тела Христова, ну, чтобы его община, она возрастала в любви, да, доколе все придём в единство веры. Вот ключевой момент один. То есть служители, они для того, чтобы мы были в единстве веры, чтобы мы правильно понимали, что такое принцип чистоты, например, в чём чистота верующего Брит Хадаша, да, в чём святость верующего Брит Хадаша, как исполнять заповеди, как исполнять заповеди, допустим, любить друг друга, да, относиться друг к другу, ну, много-много-много чего. Так вот, для этого Бог специально, Он подарил, Он не просто поставил, там слово «поставил», это Ефесянам 4 глава, там, где говорится об этом, там есть смысл такой «подарил», «подарок», понимаете? Друзья, служители — это подарки для нас. То есть мы бы, вообще-то, были бы как овцы без пастыря, если бы это не так. Каждый бы делал то, что он считает нужным, а они поставлены для того, чтобы, соответственно, все были в единстве веры и правильно понимали заповеди. И тогда что? Если мы правильно понимаем заповеди, тогда что? Вместо нехороших вещей в нашей жизни происходят хорошие вещи, благословение. Аминь? Значит, и с 12 главы, это мы в 11 главе посмотрели, в 12 главе Бог говорит, значит, вернее, Маше говорит уже именно, то есть если до 11 главы включительно Он говорил о прошлом, ну, о том, как они ходили 40 лет, ну, и почему они ходили 40 лет, да, то здесь с 12 главы и до 26 Маше говорит о том, что теперь нужно делать для того, чтобы быть, ну, завоевать первую землю, быть там успешными. И вот смотрите, первое, что Он говорит, ну, самое первое, да, то есть это уже идет для них, это уже идет, вот, как постановление, как закон для них идет, самое первое, что они должны сделать. Ну, что должны сделать люди, когда они зайдут в землю обетованную? Посадить дерево, построить дом, родить сына или что-то другое? Что-то другое, да? Люди уже наученные знают, что-то другое. Вот читаю. Истребите все места, где народы, которыми вы овладеваете, служили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом. И раздруйте жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы боговых, истребите имя их от места того. Это первый момент. Второй момент, говорит, вместо которого укажет бог соответствующим образом, оборудуйте и приходите туда, приносите туда все, там, там, десятины и так далее, организуйте служению богу и служите богу дальше. То есть первым делом, что учит Господь через вот это слово, он учит нас принципу о том, что если мы хотим устроить свою жизнь правильно, то любой аспект нашей жизни мы должны устроить на божьих основаниях. Например, если мы приходим к Богу, то первым делом, что мы должны сделать, очистить свое жилище, ну, свои мысли, значит, свои поступки, жилища свои, там, от всякого оккультизма, если есть оккультные книги. Я предупреждаю просто, друзья, это очень опасно, держать всякие оккультные книги у себя, всяких, значит, этих, там, человечков и так далее, выражающих откуда-то привезенных, то ли из Индии, то ли из Африки, там, которые выражают местных башков и так далее. Почему? Друзья, за ними стоят духовные сущности. Они могут прийти в ваш дом и сказать, да-да, это твой дом, но вот это, это мое, я имею право, ты же поставил, ты мне разрешил. Понимаете, о чем я говорю? Это первый момент. И второй момент, ну, и так далее. Хотите организовать семью, пожалуйста, строите ее на божьих принципах. Значит, хотите воспитывать детей на божьих принципах, бизнес, на божьих духовных принципах, я имею в виду, духовных принципах, да? Вот, и второй момент. Значит, неожиданно мне, как бы, вот я увидел о том, что здесь Бог проговорил через вот этот принцип, да, очищения земли вплоть, истребите ими их от места того. То есть все, что является небожьим, все, что несет, как сказать так, антибожественную сущность, все, что противится Богу, даже имени не должно быть. И теперь давайте рассмотрим вот такую неоднозначную ситуацию с декоммунизацией нашей страны. Я знаю, что многие, возможно, сидящие здесь, они скажут, ну, зачем они занимаются переименованием городов и там сел, населенных пунктов, значит, и улиц и так далее, вместо того, когда у нас только голодных, когда у нас только проблемы и так далее. Ну, друзья, здесь написано, что мы должны освободиться от идолов. Они мне скажут, мне могут возразить, ну, Сергей, ну, коммунизм, это же ведь хорошее дело. Там же вот, там, и социализм, как первая стадия коммунизма, да, там же люди, ну, они ставят хорошие цели, чтобы люди жили хорошо. И мы тогда жили многие, может, многие сказать, хорошо. Может быть, друзья, но без Бога. Социализм и коммунизм, друзья, это тоже религия. Я это хорошо знаю, потому что я был служителем этого культа. Я дослужился до высоких чинов в этом деле, был идеологическим работником. Я изучал досконально всё это, я понимаю, о чём я говорю. Это религия. Это религия, которая, ставя свои задачи, построить рай, но без Бога. Это религия, в которой есть свои пророки, Маркс, Энгельс, Ленин и другие, да, в котором есть свои священные книги, полное собрание сочинений Маркса, Энгельса и Ленина, да, есть свои места поклонения, типа мавзолея, и места поклонения этих людей коммунизм, которые мы названы города, улицы, значит, и населённые пункты. Вы понимаете? Поэтому с этой точки зрения, если мы говорим о декоммунизации, друзья, Библия говорит, что это правильно, это нужно делать. И поэтому я думаю, что в этом плане надо поддержать наше правительство. Они приняли правильное решение, эти деньги, они потрачены не зря. Теперь бесы и демоны коммунизма, они не имеют права на эти территории. Они не названы их именами. Понимаете? Сквер имени Ильича там или ещё там что-нибудь. Понимаете? Смотрите, насколько своевременно и, ну, как вам сказать, ну, через две с половиной тысячи лет. Это же две с половиной тысячи лет, Бог сказал, понимаете? А это ответ многим на современные вопросы. Есть ещё один момент. Я не засёк времени. Сколько у меня времени ещё? Сколько? Я прошу прощения. Ну, пять минут есть? Так, дали мне пять минут. В 13 главе здесь слово есть. Вот, если восстанет среди тебя пророк и лесновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил. То есть пророк, да, появился среди нас, сказал знамение, значит, или чудо, оно произошло. А потом говорит, а пошли во след иных быгов, да? Значит, то говорит, такого пророка, кто бы он ни был, каким бы он близко к тебе ни был, Бог говорит, побить его камнями, короче, там, сват, кумы, ребят, значит, даже мать, отец, даже дети. Понимаете? Очень жёстко здесь стоит вопрос. Я не буду рассматривать здесь в контексте о том, что дано, я просто общий принцип, значит, вычленю. Здесь много, несколько принципов, но один из них я вычленю для того, чтобы мы были в одном вопросе, скажем так, более осведомленными. Здесь говорится о том, что не каждое слово, сказанное братом или сестрой, является истинным пророчеством. Понимаете, о чём я хочу сказать? Вообще-то, Библия, значит, она учит нас, что пророчество – это хорошо, это классно. Апостол Павел говорит, к этому надо стремиться, ревновать, понимаете, добиваться этого надо, он учит, это классно, это хорошо. Но одновременно он учит разбираться, о чём люди говорят, потому что люди говорят иногда, первое, их дух человеческий говорит, иногда они просто не выспались там или поели чего-нибудь не того, понимаете? Иногда, ну понятно, иногда они могут быть под влиянием даже бесов и демонов и, серьезно, говорить лжепророчество, понимаете? То есть Библия, вот даже через это, она учит нас тому, что не всё является… Когда к тебе, например, приходит, допустим, там кто-то, я не говорю там брат или сестрой, есть блуждающие пророки, которые по церквам ходят и делают пророчество. Здесь вот в зале сидит сестра, которая мне рассказывала, как один такой пророк, не блуждающий, правда, а то именно из общины, она не успела прийти в общину, он ей сказал, значит, пошёл таким… да, 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 жил, и таким мощным голосом сказал, так говорит Господь, дьявол бродит, как леврык ещё вокруг тебя, он ищет, как погубить твою семью и тебя, у неё двое детей и так далее, она молодая, верующая, ничего не знает. Это в ужасе несколько дней ходило, пока её, значит, старшие братья и сёстры её не успокоили, и не сказали, да ладно, ты успокойся, это было не от Бога. Вот, понимаете? То есть такие вещи тоже могут происходить. Поэтому не каждому слову учит нас, не каждому такому слову верьте. Павел вот говорит так. А пророки пусть говорят, двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Рассуждают в смысле судят, определяют, разбирают, от кого это слово прошло. Понимаете о чём? Поэтому если, например, кто-то выйдет и скажет, так говорит Господь. О, хорошо, спасибо, брат или сестра. Сейчас мы разберёмся, так ли он говорит. Понимаете, о чём я говорю? Здесь даже написано, что даже взбудется, оно сбыться может. Но если мы смотрим на жизнь человека, который пророчествует, и он ведёт себя неподобающим образом, не исполняет заповеди, или у него пророчество не по слову, потому что есть критерий проверки пророчества. Слово твое, естественно, Ишоа сказал. То есть любое пророчество мы пропускаем через Слово Божье. И второе уже смотрим уже дух, смотрим исполнение, неисполнение и так далее. Ну, поняли, о чём я говорю? То есть в этом плане мы должны быть грамотными, и спокойно относиться. Понимаете, пусть говорят, это такое дело. Смотрим, анализируем. Если не понимаем, подходим к служителям, к пастору, они для этого и есть. Понимаете? Особенно будьте внимательны к странствующим пророкам, понимаете, которых не признали общиной, и они ходят в другие общины, ищут, где бы найти уши и сказать нечто, понимаете, в жизнь человека. А человек потом может ходить и вообще в ужасе просто, понимаете? И последнее очень коротко скажу. Вот здесь говорится в 14 главе, здесь говорится о десятинах. А я себе дал слово, что если в разделе говорится о десятинах, я обязательно об этом скажу, потому что у нас в общине вообще ничего не говорится, практически о десятинах. Очень редко вспоминается, понимаете? Если в одних общинах там каждый день, то у нас это раз в полгода. Но это важный момент, друзья. Это важный момент, это принцип Божий тоже. Бог, он заботится о функционировании своей общины, о функционировании своего народа. Принцип десятины, здесь вот он говорит о том, что Бог заботится о том, чтобы было место поклонения, чтобы там, значит, велось служение, чтобы служители, они были обеспечены, чтобы они там не работали, уже потом на последнем издыхании приходили там и давали нам учения, понимаете, засыпая за кафедрой. Значит, то есть, значит, и еще кое-чем заботится о десятинах. Вот здесь вот, например, в 14 главе сказано об одной из десятин, сказано, и ешь пред Господом, Богом твоим, на том месте, которое сберет Он. Что за десятина, которую надо есть, да? Вот, значит, непонятно. А в другом месте сказано тоже о десятине. По прошествии же трех лет отделяй все десятины, то есть не об одной десятине, да, вот, в тот год, и клади сие в жилищах твоих. И пусть придет левит, то есть служитель, да, ибо ему нет удела с тобой, и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах, и пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь, Бог твой, во всяком деле, рук твоих. То есть если будешь вот эту десятину, значит, делать, ну, отделять, соответственно, Бог благословит тебя в деле рук твоих. То есть, друзья, что мы видим, понимаете? То есть что я хочу сказать? Ну, не просто о том, что надо давать, и нельзя проходить мимо сдаки, не давать, отделять надо. Что есть десятина, коротко говорю, левицкая, да, которую отдаешь и забываешь, а есть десятина, есть десятина, которые мы сами отделяем, значит, ну, экстремент, ну, часть, та часть, да, которую мы отделяем для того, чтобы что-то делать, чтобы происходило в нашей жизни. Для нашего духовного, можно сказать, ну, для нашего духовного роста, вот кто пойдет в МГБИ, было бы правильно, если бы он в течение года отделял десятины на МГБИ, и потом не мучился здесь. Вот, ну, имеется в виду работы вечерами, днями там и так далее. Вот, и тоже подсказка для тех, кто, допустим, не знает, как благословляют своих братьев и сестер. Ну, вот есть избыток определенный, да, а как делать? Ну, Бог говорит, отделяй, отделяй и благословляй, и все будет нормально. Вот, и самое, что интересно, это уже последнее, самое, что интересно, что ни при, там, ни при Танахе, да, при Ветхом Завете, значит, ни при Новом Завете, значит, который говорит о том же самом, только он уже не говорит о том, что десятина — это закон. Это не закон, это состояние сердца, это состояние взрослого человека. Взрослому человеку понятно, его не надо теперь говорить, там, ты отделяй, там, ты уже знаешь, ты знаешь об этом. Твоя задача, не то, что задача, а оно из сердца идет, и Бог нам в этом случае говорит, что если мы будем достаточно взрослыми, да, вот, он говорит, каждый уделяй по расположению сердца, то есть не просто десятины, десятины — это для нас, как сказать, это образ, ниже которого мы не можем опуститься, да, вот, и это называется даяние, в наше время это называется даяние, просто, ну, так получилось, что это называется десятины, вот. «Отделяй по распознанию сердца не с огорчением и не с принуждением, ибо доброход надающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы, когда, ну, имели всякое удовольствие, были богаты на всякое доброе дело». Бог обещает нам, что если мы будем исполнительны в этом плане, да, если у нас сердце будет расположено, друзья, за ним, короче, он не будет медлить, он благословит всякой благодатью, всякой, деньгами посчитает нужным, деньгами посчитает исцелением, исцелением. Да посчитает вас Бог во всем. И да будьте вы, скажем так, исполнительны в исполнении Божьих, как говорится, требований, да, вот, чтобы Господь вас благословил, чтобы одни благословения были в жизни нашей общины.